добрый вечер действительно очень добрый вечер во первых потому что здесь тепло и даже жарко в москве по-прежнему не очень и очень тепло всего плюс 15 я надеюсь что андрей уезжает из моего коллега и очень хорошего товарища хорошего товарища телевизионного журналиста телевизионного ведущего письменного программы вести прайм прайм-тайма вести 20 да и соответственно автор фильмов в вашем распоряжении мы решили когда мы говорили с андреем об этой встрече конечно хотел бы чтобы на этой встрече присутся те люди с которым довелось и познакомиться и поработать поснимать и для этого фильма то есть он пригласил героя фильма нашу сегодняшнюю встречу и они сегодня с нами арисов юрий и александр медведев я думаю что вы у них тоже кое-что поспрашиваете и для этого как вы думаете даже из фильма несколько фрагментов с их участием я просто не буду долго задержать ваше внимание я просто хочу чтобы вы сегодня максимально спросили все что вы хотели узнать о андрея по поводу того как создавался фильм что собственно говоря из самого интересного осталось на кадрах есть такое было и ну соответственно каких-то вещах которые многие из нас не знаете я не знаю даже потому что работа была не даже не столько сложная даже не обсуждается насколько интересная емкая яркой и абсолютно огромная такая совершенно не вся объявляющая думаю что жизни не каждого на листа бывает повод создать такую огромную работу вот андрею посчастливилось и я думаю что наверное будут еще какие-то работы которые которые о которых мы будем говорить о том что это сделала грехом хорошо прошу любить и жаловать пожалуйста я думаю что когда будут фрагменты он выпьет стакан чая потому что у нас реально не было времени даже кормить поэтому рассказывай о самом важном где-то минут 15 ты можешь вот как бы ну что 15 минут слишком много лучше мы будем общаться зачем зачем вам мои монологи прежде всего огромное спасибо всем кто сегодня пришел потому что тот интерес который был проявлен к фильму это наверное самая главная благодарность которую мы ждали от наших телезрителей все благодаря вам благодаря вам крымчанам был создан не просто фильм произошло ведь до фильма события почему только оно стало достоин такого внимания что мы его решили вот так навсегда для истории для наших потомков сохранить в деталях это события потому что крымская весна это то чему будет посвящены глава учебника абсолютно точно и это не просто возвращение Крыма домой на родину просто воссоединение это новое обретение самой россии своих корней которые она утратила за последние 20 с лишним лет мы все настолько увлеклись жизнью при капитализме что разменяли свои идеи и свой народ на ипотеки и кредиты на машины и квартиры забыли о самом главном Крым нам всем напомнил кто мы такие что такое русский характер на какие подвиги способен русский народ особенно когда мы вместе а фильм всего лишь отразил некоторые наиболее яркие странички той крымской весны а как много чего туда не вошло мы об этом сегодня еще поговорим как много народу достойного упоминания туда не вошло как много эпизодов осталось закатом но тем не менее два с половиной часа это в два раза больше чем нам изначально позволялось сделать для эфира телеканал россии я продолжаю приезжать в Крым потому что для меня это не просто Крым это не просто огромная съемочная площадка где довелось провести несколько замечательных месяцев это то место где теперь живут мои друзья вот они здесь рядом Юрий Николаевич Алисов на тот момент командир крымского беркута который принес свой колор сегодня Юрий Николаевич уже возглавляет крымский СОБР еще одно специальное подразделение и разумеется Александр Медведев президент клуба ночные волосы вообще как я всегда говорю в этом фильме есть два героя это Владимир Владимирович Путин и крымский народ и конечно по большому счету здесь наверное вот за этим президиумом должно находиться тысячи три человека которые действительно герои той самой крымской весны давайте как построим наше общение в виде беседы а для того чтобы мы просто вошли в атмосферу опять таки фильм наверное все видели понятное дело но чтобы вы еще раз вспомнили именно двух героев которые сегодня находятся рядом и им за это при огромное спасибо мы бы сейчас наверное вам показали те два эпизода в крымской весне где как раз Юрий Николаевич Алисов и Александр Медведев во всей своей связи я был бы вам очень благодарен если бы мы сегодня все втроем принимали участие в нашей беседе давайте побеседуем правда абсолютно открыты любые вопросы еще раз огромное спасибо за ваш интерес спасибо что вы сегодня все пришли спрашивайте отвечаю вам слово кто первый товарищ журналист вот девушка я просто хочу сказать друзьям если кому-то не очень удобно воспроизвести самому вопрос ну мало ли бы не очень хорошо говорить напишите пожалуйста у нас здесь стоят вазочки для записок я их все озвучу обязательно с вашего позвонения не стесняйтесь пожалуйста ваш вопрос добрый вечер вас чуть-чуть закрывает модель можно девушку добрый вечер он включен давайте говорить вам где же здравствуйте меня зовут Алина Моумонова я представляю мою молодую гвардию «Единая Россия» и волонтерский корпус 70-летия Победы у меня вопрос возможно его уже задавали но нам думаю всем интересно как же родилась идея фильма как родилась идея снять такой фильм родилась она в редакции телеканала «Россия» потому что как только все это стало происходить уже на второй день после референдума наш руководитель Олег Борисович Тавразеев который возглавляет нашу большую корпорацию ВТВК в которую входит не только телеканал «Россия» не только телеканал «Культура» не только «Радио Вести» и все другие наши подразделения но еще 89 телекомпаний которые региональные которые находятся в субъектах федерации в России он сказал это надо фиксировать причем фиксировать как можно быстрее пока у людей остались воспоминания эмоции которые они пережили потому что все это забывается очень быстро надо приступать к этой картине ну и буквально вот так эта идея родилась потом мы отправили нашу просьбу в пресс-службу президента президент отреагировал очень быстро и просто нам была назначена встреча мы прилетели в Сочи для того чтобы поговорить спасибо большое сначала мы разговаривали без камеры потом уже записывали большие интервью спасибо большое пожалуйста очень хороший фильм спасибо вам спасибо вам за цель спасибо пожалуйста вопрос автора скажите пожалуйста были ли такие эпизоды вы говорили что очень много осталось за кадром которое просто сердце кровью обливало что пришлось не поставить в фильм это правда это правда у нас я вы знаете всегда говорю вот лично подошел бы каждому кто не вошел в фильм и принес бы свои личные извинения всем тем людям которые не попали в этот фильм не попали они не по той причине что их вклад был какой-то менее значительный чем тех людей которых мы показали а просто но каждая книга каждая картина имеет свои ограничения по объему вместо часа двадцати мы сделали два тридцать мы уже просто больше никак не могли сокращать но все то что сократилось и все то что недопоказано особенно мы недопоказали конечно Севастополь Севастополь его роль она оказалась неадекватна вот в фильме да поэтому это все находится в сейфе это хранится опломбированное лично мной для того чтобы к этому вернуться и там же не только эпизоды там отснято четыреста часов четыреста семьдесят трапрабайт это гигантский объем информации когда мы к этому обязательно вернемся есть мысль вернуться на какой-нибудь юбилей к этим событиям и сделать уже несколько иную реконструкцию через другие эпизоды и через другие герои вот и я просто сам об этом мечтаю сейчас мы работаем над еще одним проектом не буду говорить пока над каким часть его будет также сниматься в крыму поэтому в общем ничего не пропадет никто не будет завтра спасибо что вы не шутите сейчас не знаю в общем-то на мне нет носа красного и парика я думаю что я не похож на клоуна из Макдональдс но я не шучу вот значит искусственники такое очень приятно вопрос вошел в интернете что на вас были наложены санкции со стороны всяческих стран вы стали невъездным именно после того как вы сняли этот фильм вы стали невъездным во многие страны насколько это правда и что было за этим почему как вы считаете нет не во многие страны вы знаете это это Украина по понятным причинам что их можно было ожидать да и эта Молдавия у нее какие-то свои причины но по непонятным причинам совершенно да просто доброму и трудолюбивому молдавскому народу долгое-предолгое время не везет со своим руководством если у грузин это было временно то у молдаван это хронически вот и им так хочется шагать нога в ногу с Прюсселем и Вашингтоном а они такие маленькие и про них никто не помнит что они вечно что-то хотят такое сделать чтобы быть похожими на больших поэтому бедным молдаванам не повезло просто с их руководством я обожаю Молдавию люблю Молдавию и Вина люблю и Кишинев и Грибовские подвалы все прекрасно там на 5 лет запрет но по опыту скажу вам у нас такой же был запрет на Грузию после 2008 года но где тот с Саакашвили правда мы знаем где да и где те списки которые были внесены также 55 по моему журналистов что ли сейчас все могут приезжать совершенно свободно так что у меня мои личные прогнозы не пройдут эти 5 лет которые нам обозначили для запрета на объезд на Украину и в Молдавию да все случится гораздо раньше и дороги наши с Вами будут расчищены в эти две страны так что мы по-прежнему могли посещать наших друзей спасибо никакие санкции хочу добавить просто но ни одного журналиста так же как и в целом наш народ никогда не заставят переставать делать в том справедливости чего мы все уверены да дайте нам больше санкций мы будем еще сильнее только и всего добрый вечер Сергей Федин Саратов гражданин России нахожусь в Крыму 6 месяцев практически полгода приехал с одной единственной целью помочь интегрироваться Крыму в Россию так как знаю и законы и российскую жизнь так далее и тому подобное восхитил меня народ Крыма искренний доброжелательный честный единственное что сейчас с чем приходится бороться это с некоторыми недосказанностями неумением распорядиться российскими законами привычками жить в Украине что греха таить частенько там все было связано именно на завязано на на невыплату налогов и всего остального сейчас у Крыма есть определенные трудности у меня вопрос следующий план я так понял у вас будет вторая серия про Крым ну про то что Севастополь 400 часов понятно а вот можно ли уточнить а будет ли третья серия про то как продолжается история Крыма про то как Крым дальше развивается про то как сюда приезжают вот 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 я когда уезжал мне говорили слушай а может не стоит там Украина недалеко там ты понимаешь что я говорю стоит именно сейчас стоит ехать в Крым Россия готова приложить свои знания силы отдать все это Крыму ну в частности не знаю я может смело сказал про Россию так как я готов это все сделать я думаю что и Россия готова и вот у меня именно такой вопрос нет ли мысли продолжить историю Крыма именно по интеграции состав России все-таки разрыв 20 лет законодательство естественно разное и экономическое и политическое и промышленное если вот есть такие мысли тогда в каком аспекте и в чем нужна помощь спасибо мы здесь с вами похоже Сергей спасибо вам большое за рассказ и за вопрос одновременно знаете только только сегодня уже об этом говорил был задан вопрос о том вот приземляешься в Симферополе теперь как ты смотришь на этот аэропорт что думаешь вот уже и новый терминал построили что-то меняется я поймал себя на мысли что смотрю в окно вижу новый терминал а потом в него захожу не с гордостью а с критикой я захожу в этот терминал как в свою собственную квартиру после ремонта и смотрю на то а это вы мне тут что настроили а вот это надо бы переделать то есть на все перемены в Крыму уже теперь хочется смотреть как на перемены вот у себя дома и если будет что-то плохо самому будет за это стыдно очень хочется чтобы Крым вместе с великим психологическим переломом с этой огромной победой в душе ощутил перемены к лучшему просто в обыкновенной жизни в виде хороших дорог в виде красивых парков просто уровня жизни в виде улыбающихся пенсионеров от того что у них еще и пенсия всего стала более или менее достойной вот как бы о чем мечтается конечно надо будет об этом снимать фильм но я хочу чтобы это был сигнал к съемкам этого фильма был уже не изнутри нашей редакции а именно из Крыма покажите пожалуйста нас как мы изменились помните мы с вами встречались пять лет назад вот теперь покажите какие мы стали я хочу чтобы сигнал побуждающих съемкам этого фильма происходил отсюда именно из Крыма обязательно снимем обязательно займемся если так вот все так произойдет люди которые представляют вот Юрий Николаевич всегда не собственно выбрали на Украине да вот и родились там да 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 Александр Медведев появился здесь относительно недавно да потому что родился в городе Москве и кстати говоря вот Сергей Саратова который задает вопрос как вам кажется что что нужно что поменялось я бы вот буквально сам спросил бы сейчас буквально там в двух словах а что изменилось где мы сейчас вот Крым он на полпути к чему он прошел какую-то дистанцию да вот как кажется Саше как Мастовичу Юрию Николаевичу как родившегося в Херсоне на большую жизнь большей часть жизни проведших в Крыму да вот все равно есть на что посмотреть есть с чем сравнить вот самое главное что изменилось и какие проблемы вот Юрий Николаевич начните мы по своей специфике ощущаем совершенно другое отношение совершенно другой подход начиная юридическая база там где что все начиная от того что экипировка бойцов ну заплата бойцов гарантии все вооружение все для чего это понимаете когда мы один костюм был из китайского материала на целый год или сейчас не знаю куда спадывать и на любое время то есть ну как положено бойцу спецназа на любое время года и в любое время суток работать и в любое горах зеленая форма белая снежная все и плюс даже качество оружия прицельнее все работают понимаете то есть люди почувствовали они выкладывались там в то время мы когда и нам горе герои руководители говорили забудьте слово спецназ элита нам это не надо и посылали бабушек с укропом гонять или с морковкой до безобразия доходило вот и я помню если возвращаться дальше к гражданской жизни с детства здесь я помню как руководители Николая Карпочки Яченко как это все было какие были заботы виноградники птицефабрики когда домой к новому году праздник у нас виноград свежие помидоры все было все а потом все это начало разрушаться все исчезать разруха фермы пропали все пропало забота пропала дорога если раньше город мыли помните кто туда мыли машины мойки были там все в смысле улицы ну совсем другая но и уверенность задрешних не была вот а потом уже когда я встал и стал командовать понимаете ну как защитить как выполнить свою задачу когда тебе не дают ее нормально сделать и все прочее сейчас это в корне изменилось в корне изменилось а после тех событий и то что кримчанин такое доверие оказало так планка поднята настолько выше что не только руководство понимает а и бойцы все понимают что надо делать я одну историю из уст юрий николаевича помню но конечно это было не для фильма это уже другая совершенно история некоторые люди которые с украины приехали в подразделение юрий николаевича удивлялись почему они так быстро и без всяких проволочек получают очередное воинское звание а самое главное почему теперь не нужно сворачивать в трубочку двадцати гривенную купюру и вставлять ее в ствол пистолета когда сдаешь оружие я не понял что вы имеете в виду юрий николаевич а они отвечают продолжите дело в том что понимаете за все карьерный рост за звание за все брали деньги вот у нас этого ну в корне в априори быть не могло понимаете но это совершенно другая психология из 15 все это выжигалось каленым железом и те кто переводился к нам кто приходил ко мне и когда они вовремя получали звание или какое-то поощрение за определенную выполненную работу но даже когда был перемет и снег и мы вытаскивали бтрами машины которые попали в беду и за это были награждены я моему представлению советом министра там часами и все они удивлялись как это так что не надо заходить что-то заносить чтобы попасть приказ о поощрении они удивлялись а я еще больше а это чтобы те кто выходили но это больше практиковалось и в таких подразделениях как ГАИ в ГСО и прочее чтобы сдать оружие потому что он уже сидит он на дорогу не выходит он не может заработать понимаете а вот тот кто там стоял ты поделись вот сюда в ствол а если он не положил он найдет что он нечищенный и он его будет чистить еще полвечера вместо того чтобы отдыхать понимаете за счет марат надо вот так Саша а твои впечатления на этих последних вы знаете я вы знаете я переехал в Крым 6 лет назад когда мы готовили первое пайп шоу мы тогда честно говоря не ожидали что будет то что произошло хирург говорил такие уникальные слова что он вырос практически в Крыму и видя то что происходит с насильственной укранизацией Севастополя и Крыма когда сюда вагоны присылали чиновников которые пытались вести свои порядки было принято решение Глубом провести первое пайп шоу и когда мы увидели тот душевный порыв и ту душевную скажем так благодать куда мы посеяли зерно первое пайп шоу мы проводить стали его каждый год и поняли что здесь мы должны практически быть до победного конца вы знаете есть вот у меня есть такое ну я подсмотрел такую интересную идею что раньше при Украине некоторые жители Крыма ехали в Россию в Москву зарабатывать деньги сейчас вся Москва едет в Крым чиновники прямо рвутся да я просто так сталкиваюсь иногда рвутся люди едут все едут там а вот мы тут знаете сейчас самолетами там машинами поездами кораблями все едут в Крым это вот просто приятно понимать что по сути Крым сейчас такая точка соприкосновения России которая переживает за Крым да много проблем да есть определенные вещи которые есть определенные недопонимания есть даже определенная ревность вот но я думаю что все это пройдет потому что все таки 20 лет уничтожать скажем так человеческое и переводить все на финансовые рельсы да и забывать свою историю и забывать та кровь наших предков которая здесь была пролита столетиями ну это неправильно вот ну госдеп немножечко ошибся я думаю что скоро все эти технические нюансы идут в сторону я думаю что как то мы более-менее постараемся побыстрее адаптироваться к нормальной человеческой жизни вот технические вопросы такие вот негативные существовать ну а не ради вы сами знаете как бы Владимир Владимирович по команде Владимир Владимировича да так сказать с помощью местных властей Афенова Сергея Валерьевича там да меня его вот сейчас быстренько начали усаживать на скамеечку вот я так понимаю что в ближайшее время будет достаточно серьезно проведена работа Следственного комитета вот уже на сегодняшний день есть реальные успехи по наведению поет в работе чиновников и я думаю что буквально вот так сказать после окончания сезона чиновники новые чиновники которые приедут работать в Крым засучат рукава зашьют карманы и будут работать над собой спасибо большое Ваши вопросы добрый вечер я обещала озвучить все вопросы это мой принцип простите я идешь принципиально вопрос пришел не подписан но я его все равно озвучу касается того что сейчас дает Саша добрый день замечательный фильм но не слишком ли в нем много внимания было уделено в байк клубы ночные волки из двух с половиной часов на 30 минут многие коренные кримчане были очень удивлены такому вниманию байк проекту чьи заслуги явно преувеличены ПС особенно то есть по скрипту особенно после дискредитации ночных блоков их лидерам вызов там чава на дуэ я хочу чтобы вы ответили на этот вопрос а вот если не сложно поднимитесь кто это написал не сложно что не сложно а представьтесь пожалуйста Вячеслав Мартынов так и вы что представляете член общественной палаты скажите Вячеслав Мартынов вы лет шесть назад чем занимаетесь ну уж точно не на мотоцепле не ну вообще ну я просто не интерес вы поймите я вам не оппонент и я вам тем более не враг мне просто интересно лет шесть назад учились на мотоцепле учимся учимся а я вам объясняю понимаете чтобы вписать такие вещи да и в чем то там людей там пытаться ну не оскорбить я это слово не буду принимать а зацепить да патролить как у нас говорят патролить вы знаете вот если бы я вас видел где-нибудь лет шесть назад тогда бы я с вами разговаривал на такую тему вы знаете мы послушайте у нас половину у нас половину состава местных крымчан да люди которые занимаются водители люди которые занимаются разными 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 да вопрос про фильм я понимаю я разрешите я разрешите я закончу так вот я вам объясняю ситуацию да скажите вопрос заключается в том что ну за количество потраченного времени на фильм здесь как бы извините не ко мне да вторая ситуация да я бы вам хотел здесь да вторая ситуация понимаете там я так понимаю может быть это не могу мое субъективное мнение да как бы ничего лишнего не было и если вы вы конечно знать не можете там столько было вырезано как что касается ночных волков когда допустим приехали первые укропы в севастополь да когда еще никого не было и первых три дня мы охраняли этот мы охраняли местный совет окружили его да чтобы его просто не взяли на призыв только там через 3-4 дня потянулось там вы же этого ничего не знаете а вы говорите так много времени я бы хотел вам сказать дело в том что для этого фильма можно снять приквел и вот в этом приквеле стоит отметить заслугу педагогов Республики Крым общественных деятелей Республики Крым которые сохранили русскую идентичность так несли свою культуру русскую детям студентов и сохраняли это годами благодаря чему произошла Крымская весна а не рассказывать о том как группа крымских волков состоящая из 20 человек при населении Крыма два с половиной миллиона сделала своих небывалые вложения в Крымскую весну поэтому вы меня конечно извините 6 лет назад мы с вами не знакомы были и не могли быть с такими и поэтому я вас ни в чем лично не упрекаю у вас своё будущее видимо у вас какая-то проблема по отношению к ночным волкам если у вас есть проблема подойдите ко мне я вижу я вижу личную проблему ночные волки те же самые люди те же самые крымчане у которых есть семьи которые защищали бабушек рядом секундочку вы мне задали вопрос а я вам объясняю ну все теперь я скажу да каждый 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 год на каждый год я объясняю вам каждый год на 13 апреля на день освобождения это симферополя от немцев только ночные волки собирают ветеранов устраивают для них праздник вопрос про фильм александр не про наслуги волков я про фильм я думаю я думаю что александр очень сильно задел его объясню вам извините пожалуйста я уже вам объясню как человек взрослый да александр заделал ваш оценку что там за ним там слишком преувеличены заслуги ночных волков я думаю что у александра есть своя точка зрения и она имеет право естественно у вас андреев она ответит на этот вопрос потому что уже то что вы не представились в этой записке понимаете для меня как для журналистов это серьезный показатель понимаете нет по самом деле вы имеете право вы спросили я встал и представился вы сказали можно задавать вопросы заменить чтобы не создавать английского я специально задал его запись есть предложение давайте негатив оставим на улице Вячеслав спасибо давайте я вам отвечу да спасибо я вам отвечу представляете я получаю письмо буквально где-то наверное месяц назад пишет союз охотников России союз охотников от имени отделения крымского охотников и они совершенно обоснованно действительно говорят как же вы так Андрей охотники на тот момент были единственные люди которые легально совершенно выходили со своими охотничьими ружьями это была единственная сила которая с оружием в руках законно решила противостоять значит всему плохому по территории Крыма представляете я не исключаю что завтра напишут биатлонисты которые тоже которые тоже со своей мелкой могли выйти охранять Крым потому что потому что я ответил союз охотников своими искренними извинениями за то что они действительно не попали в этот фильм я действительно к каждому готов подойти Вячеслав если вы имеете отношение личное к педагогам которым вообще поклон просто за то что они сохранили культурный код которые несмотря на учебники напечатанные в Канаде умудрились детей воспитать так чтобы те эти 20 лет несмотря на эти 20 лет потом вышли все на площадь да если вы Вячеслав имеете отношение к медикам у них тоже своя заслуга я готов перед вами лично извиниться только ради бога не трогайте крымских ночных волков если вас собрать тоже потому что это герои абсолютно не меньше чем педагоги и чем охотники да и чем биатлонисты поэтому давайте так у победы всегда много героев давайте радоваться тому что у нас есть победа а все те герои которые не вошли простите меня ради бога за то что вы туда не вошли потому что если бы туда вошли все мы бы сейчас до сих пор смотрели этот фильм до сих пор не переставая просто и просто есть границы у каждого произведения будь то книга будь то радиоэфир или телевизионный эфир ну вот собственно вот так наверное Вячеслав я вам отвечу следующий вопрос добрый вечер да Чернов Александр партия Великое Отечество да у меня будет ко всем нашим героям которые президиуми по вопросу вот здесь я пока что вот поправочка чтобы все крымчане попали в фильм надо Крым крупным планом сверху взять с космоса и все крымчане тогда претензий не будет и врачи и биорганисты и охотники и вот товарищи из общественной палаты вот вопрос следующий ваши прогнозы геополитические когда будем снимать фильм Украина возвращение на родину да товарищу к сожалению не знаю как зовут представителю Беркута скажите Юрий Николаевич Юрий Николаевич какова судьба именно Харьковского Беркута я знаю что они обращались более 30 человек правительству Крыма лично к вам и сколько человек все таки удалось принять устроить семьями если удалось и Александру Медведеву да Саша здравствуй вот какова судьба я знаю что ночные волки участвуют в таком движении всероссийском как антимайдан вот есть в Москве отделение открыто вот недавно открыли в Новосибирске когда же откроют движение антимайдан в Крыму в Севастополе спасибо вы знаете значит крымский антимайдан был открыт в то же самое время на самом деле как и московский да ваш покорный слуга его возглавляет по Крыму мы провели параллельно день в день в час в час вместе с московским и крымским антимайдан где участвовало 300 машин 200 мотоциклов и в центре города был митинг очень много вы знаете я даже не ожидал очень много крымчан пришли поддержали и настолько тепло ну высказались по поводу поддержки движения антимайдана да и то что вы знаете вот я удивился одной вещи за такой короткий срок люди практически ну за за короткий срок люди практически пришли в себя им не нужно было длинного расстояния стать россиянами это знаете это где-то вот в генофонде заложено в голове в сердце в душе что такой короткий промежуток времени так долго извините за слен плющили 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 а бац вот это совершилось и люди вышли и вот они от души говорят да мы россияне а мы не пустим сюда американцев и горит как там один человек сказал такой возраст мне понравился он говорит мы не пустим американских термитов съесть фундамент российского государства как-то так вот он такой шуток лет восемьдесят он такой иногда закалка такая советская спасибо значит обращались не только хакерские вот поначалу когда было сейчас и по горячему это первые киевляне прибыли там если помните там рота спецназа штурмовый взвод которых по фильмам по съемкам наши бывшие коллеги обзывали черные рота министра захарченко который некомпетентен вообще в этих вопросах он даже не мог объяснить и назвать как это все первые киевляне они тогда ушли и их обвинили в стрельбе на майдане применение оружия если бы не они нас не прикрыли там бы было больше отход но стреляли ребята по ногам траектория полета пули все вернее не по ногам а возле ног поднимались фонтальщики и это все доказано уже всеми экспертами все вот первые они были снаппера ребята все и даже оружиные референды они работали у меня здесь были одесситы часть пришла но часть пришла уже больше когда после дома профсоюзов когда сожгли когда этот командир который сам стоял на майдане который сам получал эту травму вот накал идет накал идет серьезно и по его бездействию все что он делал и даже участие провокации он не ожидал вот что получилось там вот что такое понимаете когда профессионалы должны разделять и делать не допустить они проиграли вот они пришли ребята и рассказали нам правду были харьковчане но не такая массовость как вы говорите 30 тоже поехали ко мне поехали в Севастополь поехали в Москву поехали в Краснодар то есть вот именно ко мне тридцатки не было было Запорожье были луганчане ребята подходили несколько с Донецка я перезвонился с командирами Андрей Терещенко Донецкий который сейчас командует там вот 45 осталось у нас был Луганский я им говорил поддерживал говорю ну ты понимаешь тяжело до того момента как принять решение вот для себя прими тем более у тебя граница рядом 14 километров прими для себя легче станет понимаешь легче вот мы проголосовали оружие раздал все пошла работа и легче стало и все ну конечно спасибо семьям что нас так поддерживали все и жили у меня на базе мы их кормили вот простые граждане крымчане заносили нам и продукты и яблоки и сигареты и денежку вот все я говорю низкий поклон как Андрей Олегович говорит что всем поклониться вот я как отец как командир беркута все было низкий поклон на майдане туда передавали это это вы не представляете какая была поддержка просто на базу когда мы закрылись когда мы 40 тонн песка затащили вот нам продукты приносили покушать носки приносили сигареты там яблоки все и мы кормили эти семьи кто-то деньгами помогал что они как ушли из дома вот все и сидели спали на базе вот поэтому всем находили место ну и скажу вам честно чтобы так вот окольно вот все побежали и мы взяли вы сами понимаете что тоже нельзя в той ситуации еще можно непонятно кто бы к нам зашел и с какой целью здесь тоже надо быть внимательным в этих вопросах но мы делали по максимуму и реально что знали а контакт мы поддерживали со всеми и потому что беркут это был сводный отряд министр внутренних дел Украины поэтому мы общались мы принимали и у нас была такая традиция сдачи на краповый билет двадцать лет нигде не сдавали а мы сдавали вот патриарх Лысюк Сергей Иванович это командир батальона Витязя спецназ вот по его протаже и я подтягивал сюда всего на Франковска Слуцка Львовские ребята вот ростик этот лысый дорогой становили на колени вот он стоял до последнего с нами в Киеве вот ему жеренки вешали на дома жгли дома Львовский беркут сожгли убили дежурного помощника и сожгли один возвращался когда отряд выходил бросился под машину когда узнал понимаете это трагедия страшная вот но они эти ребята были они приезжали к нам сюда и мне не нужны были их победы или что я им об этом и говорил а нужно был контакт общение мы не хотели этого всего понимаете безобразия от этого нацизма и националистов поэтому мы со всеми дружили поддерживали и сейчас пытаемся общаться и моя ветеранская организация в том числе в первых рядах Крашевский Владимир Владимирович спасибо а когда будем снимать фильм украинам перед народином как хотелось бы уже этой осенью приступить к съемкам такого фильма прекрасного да знаете ну как тут кроме как просто шуткой вам ответишь все мы мечтаем об одном да о том чтобы Украина действительно проснулась однажды посмотрела на себя в зеркало сказала сама сидя что-то как-то вот перебрали мы вчера аж голова сегодня болит да прошло чтобы это похмелье похмелье такое тяжелое как ни крути и все стало на свои места чтобы брат который живет в Киеве и его родной брат который живет в Москве снова стали общаться чтобы у нас не стало семей внутри которых прорыты глубокие окопы и знаете вот скажу вам просто из наблюдения потому что очень много семей которые на моих глазах вот перестали общаться у меня жена не поверить родилась в городе Львове она правда никогда не жила но родом оттуда и у нас там очень много родней у них спасибо им при огромнейшее включая бабушку и всех и всех родных у них хватило и разума и силы продолжать с нами общение мы конечно как можем избегаем политические темы но поздравляем друг друга со всеми праздниками включая кстати говорят 23 февраля запрещенные на Украине да и всячески друг другу там готовы помочь вот хорошо чтобы было так пока мне кажется что мы в России себя ведем гораздо более по-христиански нежели наши родные живущие на Украине потому что мы как-то избегаем оскорблений вот по моим наблюдениям все те которые оказались в такой ситуации мы не сжигаем мосты мы не пишем гадости в интернете мы тихо удивляемся ну максимум смеемся чем вызываем еще больше оскорбления в ответ вот то что мы как-то вот придерживаемся больше христианской морали в данном случае мне кажется нам же потом и даст возможность не пожалеть о том что мы делаем ведь главное чтобы не было стыдно завтра за то что ты совершаешь сегодня вот только на это хочется надеяться как я хочу снять фильм когда уже эти самые люди скажут боже мой а что мы творили знаете когда вот тогда весной 14 года был у меня такой случай как хочется чтобы эти люди эти же люди рассказывали обо всем в прошедшем времени хороший должен получиться фильм ждем спасибо 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 Спасибо. Вы знаете, севастопольцы, вы простите, пожалуйста, Андрей, пожалуйста, простите, не обижайтесь, севастопольцы весьма такие интересные, привередливые люди, на самом деле. Конечно, это очень сложный город, очень сложные люди, конечно, я знаю. Вы знаете, какие москвичи. Так вот, посмотрел фильм, народ сказал, почему мало Севастополя, почему все время Симферополь? Почему все время Симферополь, Симферополь и так далее? Все началось в Севастополе, я напомню, 23 февраля еще и Крым не качнулся, никто не качнулся. А была вот эта вот, так, была вот эта вот, 23 февраля, была, ополчение было. Да, почему так получилось, видите, началось все с выборов народного мэра, вот это, 23 февраля уже было ополчение. Вопрос в чем? Почему так получилось? Почему так мало Севастополя? Да, мало Севастополя. Когда будет продолжение про Севастополь? И еще вопрос к организаторам. Почему за столом нет Сергея Колбина, командира нашего Севастопольского маленького беркута, который один вот сначала стоял на перешинку? Отвечу сразу, потому что людей, да, героев из фильма выбирал автор фильма, я ему дала это право, совершенно как бы справедливо, на мой взгляд. Поэтому, ну, кого Андрей вот нашел, из чего нужно пригласить, того он и пригласил. Это сразу вопрос по поводу вашего водителя, да. А все остальное, Андрей, я слушаю, спасибо. Понимаете, вот мне бы очень не хотелось бы, чтобы фильм все рассматривали как, нет, нет, под микроскопом, ради бога, чтобы его не рассматривали как документ, произведенный в наградной комиссии администрации президента Владимира Путина. Да. Бедные те, кто составляют списки на награждение медалями, они ведь только и исходят из того, не дай бог, кто обидится. Это ополченец Севастополя, или самооборонец, как правильно говорить, Севастополь, и ополченец в Крыму. 20 отсюда, что там у нас по квоте, 25 отсюда. Вот, вы знаете, это последнее, о чем мы думали, снимая фильм. Вот, нас совершенно, во-первых, я бы очень долго не разделял Севастополь и Крым. Да, я, в общем-то, сейчас понимаю, что это два совершенно не похожих друг на друга субъекта федерации. Но то, как они еще и ревностно друг к другу относятся, это уже стало понятно, уже когда мы фильм завершали снимать. И я как не думал о том, чтобы всех учесть, так и сейчас не думаю. Юрий Николаевич здесь, почему здесь должен быть Сергей Колбин? Ну, завтра будет Сергей Колбин, не будет Юрий Николаевич. Мне кажется, Юрий Николаевич не обидится, если здесь будет Сергей, а не он. Да, это правда. То есть, не было никакой задачи что-то взвешивать. У Севастополя гигантская заслуга, как у города, как у населения. Знаете, почему Симферополя больше? Симферопольцы оказались гораздо более интересными рассказчиками. Потому что при подготовке фильма, когда мы еще просто объезжали, народ у нас был долгий, трехмесячный подготовительный период, и я просто приезжал, например, и просил, говорю, поговорите со мной. Вот просто давайте посидим, поговорим. Хотите, вот, если есть время, поужинаем вместе, там, с кем-то, там, пиво пили. С Сашей познакомились, очень долго беседовали. Саша интереснейший рассказчик. Юрий Николаевич какой рассказчик. Мы три с половиной часа просто у него там в кабинете провели. Что Юрий Николаевич мне только не показал. И на карте, и не на карте, и рисовал, и в телефоне показывал, как это все происходило. Человек, у которого глаза горят, ты понимаешь, что это твой герой фильма. Мы приехали в Севастопольскую администрацию. Господи, таких занятых людей я никогда в жизни в своей не видел. И говорили, какой нафиг фильм, ребята, вы кто вообще, откуда вы? У нас столько проблем, что ваш фильм, да, мы что-то слышали, что там идет. Да, нас даже предупреждали о вашем приезде. Это номер 32 вообще в наших задачах. Номер 32. Приезжайте на следующий месяц. В это время звонит Юрий Николаевич. Андрей, ну где вы там? Я вам нашел шесть человек, которые реально там были. Они вам еще сейчас все расскажут. Да, тоже звонит там Шеремет, да, который сейчас уявится премьерным правительством. Говорит, еще нашел двух ополченцев, которые, значит, один из них кузнец, он щиты ковал. Помните, вы меня спрашивали? Спасибо, спасибо огромное, наконец, надо же. А в кузнецу можно приехать? Звонят кузнецы в этот же самый момент. Пока мы стучимся по кабинетам в Севастополе, нас вот Симферополь весь просто зазывает. Зазывает, вот просто зовет. И когда мы приехали, нет, в Севастополе, конечно, все равно мы поговорили. Там из ЧАЛа мы провели часа три, четыре, наверное, да, разговаривали подробно. Но, например, вот на тот же Севастопольский Беркут нас выводил Юрий Николаевич уже. Уже мы были друзьями, и он нам нашел Сергея Колбина и сказал там, прими ребят, потому что мы с ними так хорошо все отсняли, а вы расскажете про передний край, как вы охраняли это. Вот все таким образом происходило. Я вам скажу, что, в общем, Севастопольцы и Симферопольцы действительно очень разные люди. У них колоссальные заслуги перед русской весной, перед всем тем, что случилось. Они, правда, действительно разные. И действительно, по моим собственным ощущениям, Севастополя действительно в фильме по объему не хватает. Потому что вы сейчас спорите о 23 числе, о 23 февраля одновременно, как здесь происходили события в Симферополе, так и в Севастополе. Но, например, в ноябре только севастопольцы выходили уже на площади. Когда в Киеве кричали «они же дети» и, значит, полностью обвиняли, в чем попало правоохранительные органы, в том числе и в Беркуль, тогда уже страдал. Ведь тогда только севастопольцы нашли в себе смелость выйти и уже тогда протестовать и собирать какие-то, пусть небольшие, незначительные, разрозненные, но уже первые самокромовские отряды. Вот действительно, Севастополя не хватает в фильме, это факт. Вот перед всем городом Севастополь, прости меня, Севастополь, правда. Я на горстаю, в следующем фильме на горстаю. Меня зовут Александр Андрей. Обращаюсь лично к вам, посетителям. Не потому, что у нас там немножко по-человски похожий возраст, и профессия еще немного одинаковая. Ну, я обещаю на тропах, экскурсовод в Крыму на Сушеном море. Первое, значит, три момента. Самое первое. Мне занят, как мужчина в шляпе. Вот я лично перед вами и вашим экипажем снимаю шляпу при свидетелях. Смотрите. Спасибо. Я это сделал. Даже не по своей воле, понимаете? Вот, второе. Андрей, вы знаете, конечно, и ваши коллеги, что в Крыму, между городами Судак и Феодосия, это юго-восточный Крым, посрединочки, есть такой, ну, вулканическая группа Карадак, в районе Древнего Волка. Там мы находимся. Мы вас приглашаем туда, значит, осенью этой, зимой и следующей весной, 2-3 сезона Древнего Вода на размышлениях. Спасибо. Спасибо. Второе. Я представляю здесь евразийский журнал. Наш шеф-редактор, москвич коренной Вячеслав Захаров, но живет сейчас в Крыму в Семиизе, на улице Звездная Семь. Возьмите карандаш и бумагу, запишите. Семииз, Звездная Семь. Мы вас туда, в наше шеф-редакторство, тоже приглашаем. У нас у вас материалы для второй серии и дополнения к первой. Пожалуйста, при свидетелях, пообещайте нам, что в течение этой осени, зимы или следующей весны вы посетите Карадак и Семииз, Звездную Семь, и мы будем трудиться над уже созданным евразийским журналом для публикаций. Это все. Это все. Александр, спасибо. Вы при свидетелях Шляпу, я вам при свидетелях обещания насчет Карадака и улицы Звездной Семь. Я вам написал имейл в ответе на вашу записку. Вы его не передали? Вот уж есть. Все, я написал ваш имейл. Пожалуйста, напишите. Мы действительно спишемся. И когда будем готовить следующий проект, мы вообще должны работать как можно. Вопрос. Вопрос можно, да? Да, Андрей Лихович. Вот он, я здесь. Газета Новый Крым. Благодареватель Алексея Васильевна. У меня вот такой вопрос. В фильме на ваши вопросы отвечал президент страны. Скажите, пожалуйста, как вам было работать с президентом? Легко, сложно? Много ли было дублей? Вот вообще немножечко об этом. Очень. И вопрос похожий. Я просто дополню, ваш Максим Головань задает. Владимир Путин в вашем фильме фактически впервые подробно и честно рассказал, как происходило возвращение Крыма. Было ли лично для вас этим то, о чем во время съемок рассказал наш президент? И благодарил ли глава государства создателей фильма за проделанную работу? Как в целом он назывался этим? Да, он благодарил. У нас была встреча, в общем, на которой он просто специально пригласил. Мы пили чай, долго разговаривали о Крыме. Он нас спрашивал, как же нам так не удалось найти пожилую пару, о которой он нам рассказывал в первом интервью. Мы действительно не смогли найти эту пару, как не искали среди всех списков. Он нам просто рассказал в первой же встрече. Вот говорит, если вам интересно, герои-то военные, вообще понятное дело, они, в общем, обязаны заниматься тем, чем занимались. И, в общем, по роду службы они обязаны себя проявлять, в том числе и в маленьких подвигах, и в больших подвигах. А вот, говорит, у меня есть такая история интересная. Ко мне в Сочи, вот вместе с большой группой крымских граждан, которые прилетали на награждение, а это была просто пожилая пара, дедушка и бабушка. Они за всем, кстати, жители Симферополя, они за всем наблюдали с балкона. Никуда не выходили, потому что довольно старенькие. И вот однажды у светофора останавливается на красный свет, БТР, безопознавательная знака. И бабушка гонит дедушку, говорит, беги, дед, беги, узнай, кто это. Дедушка со второго этажа успевает спуститься и стучит просто по броне БТРа, открывается лючок. Чего тебе, отец? Да я просто узнать, сынок, вы чьи будете? Наших, дед, наших, русских. И вот БТР поехал дальше, а дед смотрит на балкон, где бабушка стоит и говорит, наши пришли, наши, русские. И они вот так вот друг на друга стоят и плачут долгое время. Они эту историю, дедушка с бабушкой, рассказали президенту во время ее встречи в Сочи. И мы не смогли найти этих людей. Мы подняли все списки во всех людей, которые награждались, которые приезжали на встречу с президентом. Оказывается, там было очень много встреч, мы думали, всего там одна или две. Оказывается, была встреча и в Москве, и в Сочи, и в Дагомысе. Там вот просто где только их не было. Мы так и не нашли, действительно, вот так вот признались, что не нашли и бабушка, и дедушка. О чем вы еще хотели спросить? Сам процесс работает. Дубли, количество дублей, вообще как шла? Нет, никаких дублей. Да, о чем вы говорите? Ну, во-первых, вы знаете, но я вам скажу, что президент в жизни мало отличается от того президента, которого вы привыкли видеть по телевизору. Может быть, он гораздо более острый с точки зрения юмора, острый с точки зрения оценки, с точки зрения подбора слов. Они могут быть точнее, острее и, может быть, даже более емкие и, может быть, менее дипломатичные при оценке каких-то событий. Никаких дублей. У меня было такое впечатление, что каждый день «Крымской весны» он знает не то, что по часам, но и по минутам. Более того, значит, когда мы встречались уже во второй раз на втором интервью, я думал, что мне придется напомнить какие-то его слова для того, чтобы узнать, а как полгода спустя, а он так же считает или не так же. В это время он напоминал мне свои слова. А помните, я говорил вот такую фразу? Между прочим, могу ее сейчас дополнить? А я забыл, что такая фраза звучала, потому что мы ее в фильме не взяли. Но не взяли, я как бы и забыл, что она у нас есть. И это потрясающе. Это невероятная память. На цифры, на факты, на даты. У него была абсолютно уникальная по объему осведомленность. Потому что, когда мы приезжали, например, на Черноморский флот и разговаривали с командующими, говорили, вот нам известен такой факт, значит, это случилось 28-го числа. И как нам было сказано, мы не выдавали, что мы уже записали на территорию с президентом, около 16-ти часов здесь произошло такое событие. Офицеры переглядывались и говорят, а вам это вообще откуда, известно. Потому что кроме нас четверых, в общем, это как бы никто и не знает. Вы это знаете откуда. Ну, пришлось признаваться откуда. Но осведомленность и вот те стрелочки информационные, которые сходились и замыкались на одном человеке, этим одним человеком, вы понимаете, кто был. Собственно, он же принимал решения, он же единолично отдавал определенные команды, он же одновременно просил только об одном, не дай бог, не пролейте кровь. Это наши люди, наши люди. Главное, чего-то допустить, это не допустить кровопролитие. Действовать уверенно, жестко, но ни в коем случае без всякой крови. Вот как бы сначала сдались, потом обнялись. Дальше работаем вместе. Вот таким образом. Отписывай ваш вопрос. Да, вот примерно такие ощущения. Санкт-Петербургское землячество Крыма, Владимир. Ну, по поводу небольшой ремарки, по поводу нашей общественной палаты, как она создавалась, это большой анекдот. Нет, я просто это скажу. Но, но, нет, это не негатив. Но, дело в том, что Владимир Владимирович, когда 18-го числа выступал, он сказал, что Крым это сокражная территория. Я, ну, естественно, все, так сказать, заповедные СМИ, как только не издевались над этим. Ну, если посмотреть, скажем, ответы, там, ремарки по журнала «Икономис», они ничем не отвечают от креативной Москвы, на эту фразу замещали, ничем не отвечают от украинской. Так вот, у меня вопрос такой. Что означает, в вашем понимании, Крым сакрален в русском мире? В моем личном понимании? Да. Знаете, в моем личном понимании это воспринимается так, как звучит. Крым действительно сакрален, русский мир незыблем, он существует. Для меня вообще понятие «русский» — это понятие совершенно не этническое. Это понятие глубоко культурологическое. Потому что среди моих знакомых есть такие калмыки, такие армяне, которые знают так лерванного, как мне никогда не снилось его знать. И Пушкин цитирует слепые строки. И они при этом совершенно не обязательно должны быть русскими людьми. У нас единый культурный код. И с этим никто никогда не поспорит. Мы едины ментально. Что касается тех людей, о которых вы упомянули, что креативная Москва ничем не отличается от журнала «Экономист», да, вы абсолютно правы. Причем, как с 90-х годов у нас пошла мода, чем либеральнее, тем ты моднее, тем ты правильнее и тем ты больше имеешь шансов попасть на какую-то руководящую должность. Я вам скажу, что у нас полбелого дома, сплошные либералы. У нас в окружении Путина либералов больше, чем патриотов. У нас в некоторых средствах массовой информации людей с фигой в кармане столько, что нам еще работать и работать. То, что называется национал-предательством, и мы все это время молчали, мы только сейчас об этом начинаем говорить прямо. Мы только сейчас черное начинаем называть черным. А все это время, мы до Крыма, кстати говоря, мы выискивали там 50 оттенков серого. Как бы его не обидеть, черненьким бы его не назвать. Нет, хватит, ребята. Вот вы, господа, вам место одно. В вице-губернаторах у товарища Михаила Николаевича Саакашвили. Вот там вы все должны быть. Там вы поможете. Вот там вы на месте. А рушить и смеяться над сакральностью Крыма будете там, когда будете находиться вот среди своей компании. Причем желательно за пределами Российской Федерации. Ильичев Валерий Иванович, Русская община Крыма, Крым-патриот-центр, Сиферопольский городской совет. Андрей Олегович, большое счастье, что вы сегодня у нас в гостях. А у меня какое счастье, Владимир Иванович? Ну и это событие, значит, родились стихи, сегодняшние посвящения, вот буквально два часа назад. Два часа назад. Да. Свежеиспеченный. Свежеиспеченный, да. Телеведущий, журналист, Андрей Олегович, известен, на всей планете знаменит. Вещает честно миру вести. Не любит правду за рубеж. Ему наш Крым, как кости в горле. Да в рида русская рубеж. Неофашистам хук по морде. Крым, путь домой. Для нас шедевр. Поклон нижайший Кондрашову. Души российской острый нерв. Для санкций брешь. Победа снова. Вернулся Крым к себе домой. Мы возрождаем нашу гавань. Проблем хватаем с головой. Мы не подведем тебя, держава. Я хочу вам передать стихи о Крымской весне. Моей личной, а там вот Крымская весна. Спасибо. Деден Калили, общественная организация Таврический союз. Для нас деятельность антимайданная началась еще в середине декабря. И в связи с этим вот такая маленькая ремарочка. Может быть там в следующих фильмах будете использовать. Как происходило на площадях. Очень интересный был момент, когда приходила зарубежная пресса. Ну и включая киевские, львовские съемочные группы. Они задавали вопрос вот нашим людям, вот всем крымчанам, которые стояли на площади. Они задавали вопрос, а как вы относитесь к диктатору Януковичу? Ну и следом там был вопрос, а как вот вам деятель Тимошенко там, ну и все вот эти оранжоиды. Так вот вы знаете, что меня очень поразило? Вот наши обычные люди, которые в принципе политикой интересуются там раз в год на Пасху. Так вот они, у них вот так вот раз и щелчок сработал. А кто вам сказал, что Янукович диктатор? Какой он диктатор? Он самый обычный украинский президент. Вот как все ворвали, так и он ворует. Кто такая Тимошенко? Да при ней же там и сахар поднялся и все остальное, понимаете? Вот этот вот момент, я когда сама стояла со стороны, увидела, думаю, вот это у нас классный народ. Вообще молодцы. То есть вот это вот замечательно. За это я хочу сказать спасибо всем крымчанам. А еще, если позволить, такую маленькую жалобу, потому что у нас сейчас на крымском телевидении позволяют себе журналисты показывать фотографии крымской весны и называть это проплаченными митингами. Вот за это очень обидно. А какие каналы? Говорите сразу. Первый крымский. Понятно. Вот это еще один вопросик от крымского времени, скажем так. Я озвучила, потому что сказала, что я человек с девушками, я была озвучивать все негативное, что идет. Не потому что не хочу негатива, а потому что не осталось недосказанности. Значит, часто можно услышать мнение о том, что Россия старается и помогает Крыму поднять. А сами крымчаны почему-то пассивны и ждут, когда им все подадут на блюдечки. Но это не вопрос, а типа, я так понимаю, ремарка. Это первая ремарка. Второй вопрос. Значит, каков бюджет фильма? Имеется в виду Крым, возвращение на Родину. И вы довольны гонораром? Я хочу, чтобы Англия ответила на эти вопросы. Вот, кстати, можно я скажу, да, Юрий Николаевич? Юрий Николаевич, член наблюдательного совета первого крымского телеканала. Девушка, как вас зовут? Лиля. Лиля. Лиля, да, и еще я хотела сказать, что общественников, которые много лет добивались и оставили русский Крым, сейчас обсуждают пятой колонной. Вот как-то так. Кто, Лиля? Кто обзывает? Первый крымский, просто буквально... Юрий Николаевич, что же происходит? Человек, который может доказать, что у нее есть влияние на редакционную политику первого крымского телеканала. Я не знаю, давайте мы разберемся в априори. Потому что генеральный директор Козырь, она на всех баррикадах, на всех этих все была, ее избили под верховным, ее брали под охрану, советом по этим всем. Но в априори быть не может такого. Если что-то где-то, кто-то может за спиной какие-то вещи делает, мы разберемся. Да, Валерий Николаевич? Ну, я не знаю, русские обучения. Я тоже обучаю. Да? Я вам обещаю. Телефончик вам можно оставить? Потому что... Обязательно оставьте, Лиля. Я бы на вашем месте просто с него не отходила. Честно говоря. Это действительно очень наглудительное. И кадры... Лиля, согласна. Вот давайте мы, если так, я вам говорю, что, во-первых, вообще напоминается это, а во-вторых, я просто знаю все, это что там делалось, и кто прорвал блокаду, кто говорил, кто нас поддерживал, и кто бойцам включал по радио связь смски с автобусом, заказывали песни, поддерживали, родственники общались с ними через радио, которое вела это самое. Поэтому институт, я вам еще и обещаю, там, ну, я не знаю, что это. Это какая-то... 27 марта, когда здание было взято в кольцо украинской милиции, лично я и... Какое здание? Верховного совета Крыма. Было взято в кольцо, когда... В февраля. В февраля, когда зашли вежливые люди, да, вот лично я и много моих друзей стояли там и прорывали вот это кольцо украинской милиции. Сейчас меня лично взывают в пятую колонну. Скажи, как мне это. Дело в том, что мы эти, ну, это, да, я считаю, какие-то провокационные моменты. И так же, как саботажников много сейчас вот везде, вот о чем Александр говорил, вот мы сейчас говорим, все, и мы это видим, да, и знают. Вот здесь присутствуют представители ополчения, вот, и сидят люди, которые вот мы сейчас глаза друг к другу смотрим, мы знаем очень много, и что мы делали, и что говорили, как это было. Давайте мы разберемся спокойно, все, я понимаю ваши эмоции, но это... Лиля, очень хорошо, что вы задали эти вопросы, и ровно по одной противопричине. Вы знаете. Отравлено к журналисту, что наш клуб, понимаете, не только как бы дает возможность высказаться участникам многих-многих событий и авторам очень важных и интересных работ. Я просто рада, что вы сейчас начинаете решать какие-то внутриполитические и социальные проблемы при помощи тех людей, которые появляются вот в нашем клубе. Это замечательно. Спасибо вам огромное. Я обязательно передам Юрию Вербицкой, что она молодец, что вот эти люди входят к нам на встречу. Да, да, Саша, минуточку, и потом дадим вопрос, все-таки возможность... Лиля, вот я вам расскажу одну историю, да? Значит, я лично знаю человека, который все это время, когда проходила «Русская весна», находился на Кипре. Ну, человек не бедный, как бы, да? И он все время мне говорил, да ты знаешь, говорит, деньги-то, они же не пахнут. Тем более, они доллары. Вот, и он, да, 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 он примерно так же я тоже делал, да. Вот, значит, когда все произошло, человек вернулся обратно. Но так как человек подвижный, человек шустрый, там, так сказать, и, ну, определенно такой с мозгами, да, потому что все-таки деньги зарабатывает, вот. Он понимает, что он отстал от той ситуации, которая произошла, и отстал очень далеко, вот. А ему же надо как-то дальше двигаться и куда-то вкладывать свои деньги, там, да, и как-то себя позиционировать дальше, да. И вот, вы знаете, я стал замечать, что он именно делал подобные вещи, как поступают с вами. Что он начал брать тех людей, которые стояли, которые занимались, которые реально были, там, которые переживали, там, да, не спали, и так далее, да, он их начал, там, извините, опять троллить, я это слово говорю, да. Тем самым начинает догонять ту ситуацию и пытаться, да, и вы даже себе представить не можете. Ему недавно, неделю назад, дали медаль за третью оборону Севастополя. Я вам честно говорю, я видел эти документы. Да, у нас все то же самое, и не знали. Лень, не расстраивайтесь. Главное, главное, что нет войны, главное, что Крым – это Россия. Валерий Николаевич, мне сделали пиар, а русский Крым, я всегда говорила, что Крым был, есть и будет русским, и никакие там деньги мне не заменят то, что Крым сейчас. И я сделаю вас в следующую серию. Валерий Николаевич, пожалуйста, ваш вопрос, а потом я отвечу на вопрос, который... Аксен Валерий Николаевич, депутат Государственного Совета. Значит, у меня вопрос и просьба. Вопрос заключается в чем? Вот вы сказали по поводу возрождения патриотизма. Но не кажется ли вам, что у нас в последнее время стало на центральном телевидении, практически на всех каналах, слишком популяризировать людей, будем говорить, которые бы не хотелось видеть. Так на канал НТВ пришел Зверев, который, так сказать, в свое время поливал нас, так сказать, помоями всех, и особенно крымчан. Для нас вот все эти вот перебежчики, которые из Киева сегодня приходят в Крым, это, ну, в сердце. Мы считаем, что это в какой-то мере измена русской самой идеи. Как вы смотрите на этот вопрос? С тем, чтобы вот все-таки, ну, не знаю, каким образом, конечно, это политика кадровая самого канала, но, наверное, как-то надо к этому делу относиться. Вы сказали про либералов, действительно, наверное, это так. Валерий Николаевич, вы абсолютно правы. Но ответ на ваш вопрос, он у меня будет совершенно примитивный, вы даже, наверное, расстроитесь. Знаете, почему телеканал НТВ так поступает? Не потому, что вот они решили досадить крымчанам или вот показаться такими уникальненькими с точки зрения оценки происходящей политической ситуации. Да просто это рейтинги и деньги, при великому сожалению. То есть, если ВГТРК еще на 60% финансируется государством и первый канал на 50% финансируется государством, то НТВ полностью коммерческое предприятие. Они вынуждены зарабатывать так, как могут. В данном случае заработали таким образом, что подняли рейтинг и число своей аудитории. Ну, на идиота посмотреть-то все хотят, да? Да, некоторое время. Но вот сейчас уже все, сейчас уже все изменилось. Но, я думаю, схлынет эта пена. Схлынет. Рано или поздно. И просьба. Группа депутатов государственного совета, Ну, вот я, Нахлупин, Леме, Лукашев, Маленко, Запорожец и ряд депутатов городского совета. Значит, вы обратились в городской совет с просьбой установить в городе Симферополе памятник вежливым людям. Мы вот эту идею сегодня уже собирался, когда стоит на совет, мы с главным архитектором обсуждали выбор места. Поэтому просьба у нас заключается в следующем. В информационной поддержке нас в этом деле. Мы хотели бы обратить дело в то, что уже и Ленинград с Питера уже звонят, уже с Москвы звонят, с культуры хотят участвовать в этом деле. Поэтому и с Симферопольцев призываем вас поучаствовать, потому что буквально на днях будем делать объявление. И всех, всем, чтобы выбрать место, ну и подобрать. Мы хотим сделать народный памятник, чтобы люди шли к этому памятнику, чтобы можно было сфотографироваться. Ну, то есть, это не должен быть величавый какой-то, так бы узнать, что... А это должен быть именно народный памятник. Я просто по себе хочу сказать. Вот вы сказали про пожилых людей, которые, так сказать, в БТР, так сказать, узнавали кто-то. А у меня было, еду я утром на завод, рано утром еду на завод, смотрю, с вокзала выходит на улицу Жени Жигариной, выходит цепочка в балаклавах каких-то ребят без знаков отличия, без машины стоят. И вот мы сидим с водителем рассуждаем. А кто это? Хорошо, да если наше, а если не наше. Ну, нам повезло. Спасибо вам. Спасибо за рассказы. Видите, все, сколько еще, да, фильм мог, конечно же, вот таких вот прекрасных драгоценных камушков, да, раскидать. Вот так, чтобы было красиво. Да, значит, что касается памятника, да, значит, давайте мы предоставим любую из наших площадок для народного голосования, каким должен быть памятник. Пусть скульпторы очень честно потягаются между собой, да, а вот народное голосование, да, мы можем предоставить нашу площадку, а потом, естественно, вот сделаем большой репортаж о том, кто победил, где это будет стоять, какие ожидания от народа. Я знаю об этой инициативе, на самом деле, об этом и Сергей Валерьевич говорил, и Миша Шеремет тоже говорили, как вы встречали. Мы с немцем поставили уже за год по конец, и, кстати, мы мимо Реально-Жгостского, Юрий Николаевич, мы тоже сделаем, где-то позову. Позвольте, да, позвольте, потому что, да, чтобы не было ощущения, что я какие-то игнорирую вопросы, значит, часто, опять-таки, часто можно услышать мнение о том, что Россия старается, помогает Крым поднять, а сами крымчане почему-то пассивные ждут, когда им подадут на блюдечки. И вот знаете, как не встречал таких людей? Так, может, котята, молочка побыть на блюдечки. Не встречал таких людей. Я не знаю, может быть, у меня вокруг просто слишком хорошие люди вокруг собираются обычно, да, которые просто кулаки держат за крымчан, о том, чтобы, дай бог вам, ребята, вот теперь, да, чтобы все получилось, чтобы все было хорошо. А кто этот написал, тот явно не крымчанин, да. Венера Ганиева, ну, может быть, в крымское время. Венера, не знаю, мне кажется, более пассионарных людей, чем крымчане, вообще, может, трудно найти где-то. Ну, разве что в Сибири, разве что в Сибири. И обидно было, честное слово. А это вы? Вы Венера, да? А вы где это в России услышали? В Рязани. В Рязани, ничего себе. А я сам такие работяне. Ну, вы знаете, ну, не стоит обращать внимания на каких-то, понимаете, вот, ну, у людей проблема с самореализацией, только и всего лишь. Они согласны, они готовы винить в своих собственных проблемах кого угодно. Подвернулся Крым, вот вы из Крыма, поэтому вот они стали Крым винить. То есть, завтра подвернется кто-нибудь из, там, Северного Кавказа, они скажут, из-за вашего Северного Кавказа нам в Рязани плохо живется. То есть, вы просто подвернулись подругу людям, которые согласны винить кого угодно, кроме себя, да? Каков бюджет фильма и довольны ли вы гонораром? Значит, по поводу бюджета фильма. У меня был разговор большой перед тем, как начать снимать этот фильм. И я хочу, чтобы, если у нас будет задействовано 8 вертолетов, чтобы было 8 вертолетов, если мы формируем колонну для того, чтобы спасать Януковича из 600-х Мерседесов, чтобы мы зафрахтовали нужное нам количество Мерседесов для съемок, сняли и успокоились, чтобы никто мне не шептал на ухо, что нам не хватает на это денег. На самом деле, я вам скажу, я не знаю сколько, да? Сколько общий бюджет, потому что это было финансирование ВТРК, да? Причем по разным каналам. Командировкиным оплачивал командировочный отдел, зарплату сотрудникам платил, значит, другой отдел. Те, которые по договору работали, им платили четвертый. Нам даже трудно сосчитать, сколько ушло. Я вам точно скажу, что он выглядит раза в четыре дороже, чем стоит. Почему? Потому что те же самые вертолеты нам абсолютно бескорыстно отдавал, причем с удовольствием, наш Черноморский флот. Все, что связано с Беркутом, где бы мы чего ни снимали, Юрий Николаевич открывал перед нами абсолютно все двери. Да, когда мы собирали массовку, ну да, может быть, там были какие-то траты, но один клич Александра Медведева и его друзей крымских волков собирал нам половину площади уже, да? И все было абсолютно на желании, на готовности помочь. Это действительно удивительно недорогой фильм для того, вот как бы, для тех ощущений, которые он передает. Да, он действительно выглядит гораздо дороже, чем стоит на самом деле. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями или негативом во время съемок непосредственно на территории Крыма? Уж, пожалуйста, вот про тот самый негатив, когда люди не хотели... Да, я уже рассказывал об этом неоднократно, но так как, может быть, вы не слышали, я расскажу, причем с удовольствием еще раз. Самая неожиданная проблема, с которой мы столкнулись при съемках фильма, заключалась в том, что крымчане ни за какие, ни за какие коврижки не соглашались надеть украинскую форму для наших реконструкций. Во-первых, форму было трудно найти. Удивительно, да, вчера там, я не знаю, огромное количество народу выходили в украинской форме. Сегодня спрашиваем, ни у кого нет, куда делось? Ну, все, все, нет этой формы больше. Ну, что-то сделали. Говорю, Юрий Николаевич, спросите у своих бойцов, может, у кого-то и есть. Юрий Николаевич, четыре комплекта мы, кажется, нашли, да? Остальное, не поверите, из Москвы везли. Из Москвы, из Мосфильма, да, везли форму украинских таможенников. Из Мосфильма. Потому что в Крыму найти не могли. А когда нашли, люди отказывались ее надевать. И причем, я понимаю мотивацию этих людей. На тот момент уже случился Донбасс. И люди говорили, да ты что, ты хочешь, чтобы мои внуки меня увидели в этой форме, что ли? Потом, когда лет через 10 или 20 вы снова покажете этот фильм, а я как дурак стою с трезубцем, значит. Вот. Правда, вот так вот относились люди. Ну, конечно, на тот момент уже грохотал Донбасс. И крови и слез уже было пролито столько, что никакой ассоциации, кроме как вот с этой бедой, эта форма уже у крымчан не вызывала. И поэтому я абсолютно понимаю мотивацию этих людей. А хотите еще одну смешную вам историю расскажу? Да, вот буквально, да? Я вижу три руки, обязательно. Обязательно. Но, да. И, ну, тем не менее, значит, может быть, вы помните в фильме «Момент» про генерала Коваля, украинского генерала, который ехал с приказом из Киева стрелять на поражение, значит, в случае в Ялтинскую погранную часть. Мы там начали собирать народ, и проходящий мимо народ буквально, а что вы тут будете снимать? Мы говорим, а вот там такой-то, такой-то эпизод. И они быстренько позвонили, и, по сути, пришел тот самый народ, который и пикетировал ту самую Ялтинскую погранчасть. Народу собралось человек 250, из них половина, наверное, были те самые люди, которые и пикетировали в тот момент погранчасть. А генерал Коваля, значит, это был московский актер, один из шести похожих на генерала Коваля, который прошел в Москве кастинг, режиссер его отобрал, и он прилетел. Действительно, там аж от него народ шарахался в аэропорту, потому что на Коваля он действительно похожий. Мы на него надели генеральскую украинскую форму. Вот, он, значит, он на ночь с собой в гостиницу забрал украинской России русский словарь. Вот, он сам решил, говорит, я буду вживаться в роль, мне нужно научиться правильно экать, я должен сказать пару украинских слов, вот так бросить, я должен быть похож на генерала. И ушел. Утром он приезжает на съемочную площадку, стоять 250 или 300 человек, он окидывает их взглядом, он взгляд репетировал, правильный взгляд, такой, значит, с презрением на всех бросает взгляд. Я смотрю, народ их уже как-то не любит, этого московского актера. Да, и когда мы народу объясняем, что давайте сделаем, как это было на самом деле, вы открываете дверь Мерседеса, да, подходят там, ночные волки бьют, значит, разбивают стекло, раскачивают Мерседес, открывается дверь. И оттуда вытаскивают генерала Коваля и волокут в другую машину. Всем понятно? Да, занимаем исходные позиции, мотор, камера пошла, вторая, кран полетел, начали. Останавливается Мерседес, открывается дверь, народ оттуда достает Коваля и начинает бить. Бедного актера, сколько несли к машине, к другой, столько и пинали. Бедный этот актер, а он что-то, значит, а он что-то гэкая, начинает, значит, огрызаться с ними, а народ, ну, входит в азарт, его начинают лупить просто. Мы понимаем, что мы, наверное, не снимем больше одного дубля, больше одного дубля не снимем. Он, значит, говорит, вы с ума сошли? Да это вообще, это тройной гонорар. У меня оторвали воротник рубашки, рубашка моя, это не ваш реквизит. Ну, актеры, это же очень капризные люди, вы же знаете, это же просто у них, это в крови. Мы-то можем ночами работать, мерзнуть и ничего не есть, а они-то все привыкли, чтобы все было оплачено, чтобы все было как надо. От того же молоко брали. Да, 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 вот понимаете, мы сколько ему только молока за вредность не обещали, но, видимо, я опять-таки не знаю, я намеренно никогда не лез ни в какие финансы. У нас был директор, который, ну, как-то решил вопрос, чтобы генерал Комаль, уезжая в Москву, остался доволен. Чем-то мы ему компенсировали. Но, представляете, у народа, да, память, они увидели этого человека, который в той самой украинской форме и ведет себя таким же гадким образом по отношению к ялтинцам, и его просто вот стали бить. Вот такая вот история. Пожалуйста. Вот, 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 девушка, пожалуйста. Девушка, да, так давно тебя не делала. Девушка, да, девушка, да, девушка, да, девушка, да, подождите, подождите. Маргарита Стахурская, фрилансер. Андрей, у меня более технический вопрос такой. У вас достаточно много массовых сцен в фильме, и как получилось так, что информация о съемках этого фильма, она не просочилась в массы? Как-то не было анонсировано, никто не выкладывал ни в соцсетях, нигде, что вот, снимается такой фильм в Крыму, и мы узнали только вот накануне годовщины Крымской весны. Спасибо. Вы знаете, мы не скрывались ни от кого абсолютно. Видимо, просто крымчане уже настолько привыкли, что кто-то тут настолько не снимает, откуда тут только не едут, и какую только аппаратуру не расставляют на наших площадях, улицах, на нас просто особо никто не обращал даже внимания. То есть мы не делали никакой тайны из того, что мы снимаем фильм. Ну, на ЖД вокзале, да. Ну, приходил народ, там действительно зрителей было очень много. Просто очень много было зрителей, приходили, мы говорили, ну, вы тогда будьте, тогда уже раз уж вы пришли, вы зря не стойте, вот идите, и тогда добавляйте, будьте тоже ополченцами. Но ополченцы, настоящие ополченцы, говорят, как, никого, никого, вас тут не было. Вот в тот день, в ту ночь вас тут не было, поэтому нет, мы вас не помним. Поэтому всем очень хотелось донести историческую правду. А вы тут самим участникам говорили, вы пока не распространяетесь о том, что вот такой фильм будет? Нет, а смысл? А смысл? Ну, во-первых, когда больше 10 человек уже ни одну тайну не сохранишь, а когда их больше 300 стоит на перроне, ну что, даже попыток не делали? А потом и смысла не было. Мы на самом деле и не делали из этого никакой тайны. Ну, тем не менее, мало кто знает. Говорили, что фильмы, годовщины, нет, мы даже раздавали интервью, даже какие-то газеты, да, у меня даже до сих пор есть где-то сохраненность, что какое-то интернет-издание подробнейшим образом снимали наш процесс съемки и разговаривали с режиссером, со мной. Нет, это была не тайна, совершенно не тайна. Спасибо. Гексокоптер напугал. Гексокоптер напугал? Да, мы запустили в этом парке. Но это он вас в парке напугал, а представляете, как он напугал авиадиспетчеров, когда мы запустили его в аэропорту. То есть мы просто, режиссер писал четыре объяснительные записки. Потому что по новым российским правилам, не то что с гексокоптером, с такой бородой, как у моего режиссера, нельзя заходить на территорию аэропорта. А мы еще запускали там наши беспилотники. Еще один ваш вопрос, но это будет последний. Да, это снова я. Хочу для начала пожелать удачи в съемках будущего фильма, а также предложить помощь. Я знаю многих людей, которые лично принимали участие в тех событиях, которые ожидали поиск дружбы, так называемый, на перроне. И скажу так, я лично была свидетелем некоторых событий. И вот мой вопрос. Как отреагировал Вадим Владимирович на окончательную версию фильма? Какие его были комментарии? Понравилось ли ему? Вы знаете, комментарий был один уже после того, как фильм вышел в эфир. Другое дело, что я вам не скрою, перед тем, как нам смонтировать и выпустить фильм, примерно где-то, наверное, за две недели до эфира мы приняли решение со своей редакцией обратиться с вопросом к президенту, а вот эти слова, они как бы не навредят ли нашей стране, если мы сейчас их выдадим в эфир? Там было несколько фрагментов, я не помню даже уже сколько, просто вот мы решили показать, чтобы, ну извините, да, перед тобой там серьезная гражданская ответственность, потому что там у нас существуют отношения с теми же западными странами. Прошло полгода с тех пор, как мы записали интервью президента. За это время случилось черт знает что, включая Донбасс и там первые санкции, да, которые там уже... Отношения с Западом испорчены до Нельзя. И вот вот эти слова, которые были записаны полгода назад, на самом деле, вот когда их никто не слышал и показал, это значит, там, ну здорово подставить политика, никто никогда не идет на это, вот, из политиков. Но вот он нам доверился, и мы в ответ на это доверие решили все-таки сказать, вот мы правда не навредим стране, если вот именно в этом виде вот эти слова выйдут. Он ответил, ну я же это сказал, вперед. И все, особо, особо. Добрый день, Тропынин Николай, общественник, крымский активист, один из тех, кто не попал в фильм. Но суть не в этом. Я бы хотел, говорили про сакральный Крым. Крым действительно показал и вспомнил всю историческое наследие, которое заложено было, про мирный Крым. Потому что первый договор о мире был заключен в 1899 году Александром Николаем II в Крыму, который лежит в Гааге, этот договор. В 45-м году, который был заключен, тройственный договор. В 99-м году мы с детьми Портенита и ветеранами собрались и подписали очередной договор о мире, чтобы помнить о том, что в Крыму не должна проходить какие-то военные действия и какой-то рецидив, особенно на межнациональной почве. И я являюсь организатором Крымской ассамблеи мира, которая была бы очень хорошим шагом подведения черты к тому русскому миру, который существует в Крыму многие года и который мы отстаивали своей кровью своих прадедов. И хотелось бы сказать вам большое спасибо за фильм, потому что это все равно то, что вы сделали и то, что вы собрали в этом фильме, это останется в памяти у всех тех, кто был действительно активно участвовал во всех событиях в Крыму, кто ездил в Киев, те ребята, которые пострадали в автобусах, которые были взяты в заложники, которых заставляли петь гимн на коленях, на разбитых бутылках, те ребята, которые после этого не получили ничего в Крыму, никаких преференций, никаких льгот за это все, что с ними происходило. Но хочется вам сказать большое спасибо и низкий вам поклон, и спасибо за то, что Россия с удовольствием приняла Крым в свои объятия, в свои лона. И хотелось бы, чтобы один из ваших фильмов был о Крымском мире, о том, что в Крыму мир и мирные соглашения мирового масштаба заключались именно в Крыму. Это, кстати, спасибо вам. Это действительно эпизод о том фильме, к которому мы, безусловно, когда-то приступим. Это действительно очень серьезный эпизод. Спасибо вам, и поклон это не мне, это поклон крымскому народу. Россия поступила так, как обязана была поступить, когда в ее лице единолично принимает на себя ответственность человек с такой политической волей, как Путин. Повезло России в этот момент, повезло Крыму, но если бы не Крым, ничего бы не было. Правда. Поэтому это вам низкий поклон. Мы всего лишь поставили маленькое зеркальце, где кто-то себя увидел в отражении, а кто-то, как вы, не увидели. Но похоже это на себя, все равно вы увидели. Все равно в Крым там увидел себя. В своем ли лице, в лице ли своего соседа, своего друга, знакомого. Это вам поклон. Спасибо. Можно одну минуту? Вы знаете, на самом деле, я вот последние 6 лет прожил в Крыму, до этого 15 лет занимался бизнесом в Крыму. И я вот хочу сказать вам одну вещь. Америка, Госдеп, они все равно бы так или иначе нашли бы повод, чтобы привязаться к России, и устроить какие-то санкции, какие-то подлинные вещи провести по отношению к России. Я вам скажу так, что не было бы Крыма, то на все санкции, которые наложила Европа и Америка, Россия могла бы отреагировать немножечко по-другому. Но, поглядев на Крым, на единство Крыма, как Крым выступил по отношению к этой сложившейся ситуации, как президент поддержал Крым, и как вообще сложилась ситуация на то, что европейское сообщество достаточно негативно отозвалось о референдуме и отступлении Крыма в Россию. Наоборот, Крым дал возможность россиянам осознать, что мы огромная, большая, единая страна, что мы русские. И вот этот посыл от Крыма, он дал возможность России доказать, что, да, обкладывайте нас какими угодно санкциями, не получится. Спасибо. Пожалуйста, Павел Владимирович. Меня зовут Александр Бурдунов, человеку известен в узких кругах, активный участник. Многие участвовали. Про маленькое зеркало вы хорошо сказали, понимаем, что фильм, собственно, это только отражение. И по деталям, там, и по коврю, допустим, я там оказался случайно, по другим деталям, по 26-му, чего-то было незамечено. Для нас, крымчан, может быть, важное, существенное, но где-то не столь важно. Это был образ, это было отражение. Я про то, что фильм называется «Путь домой». Путь на родину. Путь на родину, да. Значит, мне кажется, мое мнение, исходя из того, что было до того и 20 лет, и что было до того лет 5 последних в соцсетях крымских и в крымской общественной движухе, вы будете снимать дальше, наверное, имеет смысл снять первую часть фильма, поскольку первая часть называется «Путь к себе». Как мне кажется. Потому что крымчане до 26-го часа уходили из Украины в никуда. Потому что нас Россия не принимала. Официальных заявлений, что Россия поддержит, не было. Были официальные заявления, что Россия не вмешивается, что Россия соблюдает границы. Было 20 лет игнорирования со стороны России активных, ну, всяких выступлений в Крыму, и в том числе движений типа «Всерстополь, Крым, Россия, и там и сегодня есть проблемы». Мы это знаем. Поэтому мы уходили в никуда, уходили к себе. Я говорю за себя, как я это вижу. Уходили из соцсетей, уходили в гражданских движухах, уходили в движение крымских партизан. И вот только благодаря этой работе, ее известности в соцсетях, в СССР информации, все остальные знали, что происходит 26-го и 23-го. И когда пошли сигналы по СМС, когда пошли сигналы по соцсетям, когда пошли сигналы по телефону, народ просто собрался, не понял, что не надо было объяснять. И когда мы увидели, что Россия такие вот как Держан, это вот результат. Но он был потом. Это было то, что я сказал. В чем вопрос? Фильм нужен. Или это снимете вы, или где-то пожар. Вы не видели этого, понимаете? Вы смотрели ссорами из России. Поэтому нужна первая часть возвращения к себе. Я говорю, что кто-то снимет, и лучше, если это будет как бы вот как вариант. На самом деле это тоже надо отразить. Возвращение к себе. И последний вопрос, я прошу прощения, можно? Мне камень с тобой, да? Это же тот самый беркут наш. Значит, скажите мне, по записям СМИНА, в 4 утра, в СМИН заходят ребята, в спортивных синих штанах, в красных спортивных куртках. Это Севастопольский беркут. Потому что беркут Севастополь 26-го пропал со всем вооружением. Я почему это спрашиваю? Потому что вопрос захвата, это его мда. Потом зашел уже Гюлья и остальные прочие. А то, что мы видим по видеозаписям, ну какой это спецназ? Чуть ли не в этих самых Невардэшках. Извините, да, Андрей, это у меня к вам было, да? А к вам чисто конкретно. Спасибо. Я отвечу. Нет, это не было. Это не Севастопольский беркут. Здесь вот там возмущалось. Мы были в контакте с Колбиным, когда они вернулись. И все проще говорить. Ну там был момент, когда они там в масках встали на площади. Я говорю, зачем так народ пугаешь? Ты же домой вернулся, понимаешь? Все же родные встречают. Но это ладно. Они уехали на перекоп ночью. Они там не одни были. Там была поддержка серьезная. Все, у нас будут здесь другие задачи. Вот. Мы все знали. Вошли туда ребята вежливые, спецы. Очень вежливые. Угул синих штанах. Работа у них такая. Работа у них такая, понимаете. Не в камуфляжах идите, не бряться не оружием, а делать свое дело профессионально. Валерий Николаевич, мы знаем, о чем мы говорим. И все. Мне тоже этот вопрос задали, когда подняли. У меня часть, мы уже держали оборону. Нас уже там блокировали. Мы ждали себе гостей. И мне когда генерал Радченко позвонил, и первый вопрос. Ты где? Я говорю, дома. А он говорит, точно дома? Я говорю, может жене трубку передать? Я вам дословно говорю. А он говорит, а к Севастопольске беркуте? А я говорю, ну я откуда знаю, где Севастопольске беркуте? А ты знаешь, что захватили? Я говорю, нет. А что? Он говорит, вот Савмин захватили. А кто? Я говорю, ну откуда что? А он говорит, российский спецназ. Реакция была жены всего. Ура. Вскочила. И все. Я оделся и поехал к себе. И когда я ехал на базу, вот один тогда еще меня не охраняли. Здесь стояла цепь. Номера машины мне открыли. Все, я проскочил. Радость была неимоверная. Мои были бодрячком и говорили, командир, что нам надо все. У нас были другие задачи. Потом мы сменили этих ребят по указанию Сергея Валерьевича. Он мне позвонил, попросил, говорит, надо заменить. Хлопцам надо работать дальше. Мы их вывели, зашли мои. И совместно с ребятами с ополчения все мы держали. Все нормально. Под контролем. Это очень интересный эпизод, который, к сожалению, не удалось поставить в эфир, а который, в общем, наверное, характеризовал ситуацию тоже. Вот этот вот самый путь к себе, о котором вы говорите, Александр. Владимир Крашевский, о котором уже упомянул Юрий Николаевич Абисов, это настоящий историк спецслужб, причем таких, и отдельно крымских, и советских, и российских в том числе. Он нас заводит за руку в кабинет, там, где были заместители руководителя, да, сидели, и показывает на портрет Путина. Говорит, вот видите, удивить нас решили, что ли, портретом Путина в своем кабинете. Он говорит, мы просто вот хотели вам сказать, что он здесь уже 12 лет висит. Шаров Евгений Иванович, член русской общины Крыма. Член русской общины Крыма, это около 15 лет. Я хотел бы вот заметить, что Крымская весна состоялась благодаря локомотиву движения, вот самая крупная организация в Крыму, это была русская община Крыма. И вот благодаря ей просто здесь мало отражено было, что был дождь, снег, грязь, солнце. Я вот лично писал плакаты сам, выходил с микрофоном, там, выступали. Просто мало было выделено время для общественной организации русской общины Крыма. Ведь она являлась локомотивом. Во время, вот этой весны крымской, я, кстати, в Атумберку-то там я с флагом стою, я часто бывал там. Во время, во время, вот этой весны, у меня была, я не записался в ополченце, у меня была нога в гипсе, поломанная нога. Но я вносил свою вялость в тупам, читал стихотворение, и вот сейчас я хочу, если разрешите, прочитаю, которое было на то время актуально. Евгений Иванович, только очень коротко, хорошо? У нас еще несколько... Сейчас, и оно, оно такое. Мы однажды вернемся, я, ополченцы, меня потом просили его прочитать, это, но я хотел, у меня заметно было, с переломом на ногой. Евгений Иванович, читайте. Мы однажды вернемся, Россия, под твои вековые крыла, от свободы своей обессилия, что обчистила нас доголад, от предовых своих вожделений, под кликушеский западный вой, мы придем и уткнемся в колени, не покрытой своей головой. Побеждая в боях эпохальных, об униженных братьях скорбя, ты жалела и ближних, и дальних, лишь одну не жалела себя. Сколько стоили эти победы, крови, пота, отваги, труда, извините, ты несешь это бремя от роду, как венец из терновых ветвей, положив за чужую свободу миллионы своих сыновей. Сколько стоили эти победы, крови, пота, отваги, труда, если с запада немцы до шведы, золотая с востока орда. Быть бы нам бессловесной прислугой, зачерцвелую горбой горсти, если б ты не надела кольчугу и преградой не стала в них на пути. Натерпевшись от жизни красивой, по наивной своей простоте, мы однажды вернемся в Россию. Так бывает у взрослых детей. Знак раскаяния и очищения, признавая порочность и блуд, мы открыто попросим прощения за своих бесноватых и ум. Заигрались народные слуги, в одиночку деля пироги. Сколько лет наши дети и внуки раздавать будут ваши долги. Мы укажем своим демократам дальний путь в долговую тюрьму. Лучше быть на Руси младшим братом, чем холопом в чужом тюрьму. Нас разрезали и не спросили, нужно ли нас от тебя защищать. И когда мы вернемся в Россию, ты простишь, ты умеешь прощать. Мы столы вкусно снетью накроем, в кубки вина золотые нальем, по-былому поминки устроим, а потом наши лучшие песни споем. Спасибо. Это Фролов, это Фролов, это Фролова стихи, в 2008 году это было написано. И вот есть книги, когда Фролов написал стихи, в 2008 году это читали. И когда события обострились, вот ее вспоминали, это Фролов написал. Я первый раз это стихотворение услышал из уст супруги Юрия Николаевича Абисова, Ольги Владимировны, на которой я это прочитал. Пожалуйста, ваш вопрос. Андрей Олегович, я русская община Крыма. Хотела сказать, что мы были живыми участниками этих событий. Очень хочу выразить от всего русского мира вам великую благодарность за гениальный фильм, гениальный исторический. Спасибо вам за это. Потрясший весь мир, показавший нашего лидера, нашего героя, нашего Путина, как самого лучшего лидера в мире. Но мне очень бы хотелось сказать, что здесь, в этот момент, в Крымской весне, родился великий русский дух. Возродился. Возродился вековой подвиг русского народа. И мы были живыми свидетелями того, как он возродился. И мне бы хотелось обязательно отметить в этом великом событии вашего фильма и нашего участия, главного героя этих событий. Аксенова Сергея Валерьевича. Мы все стояли на этом, на этом Майтане, видели, видели, что это было. Мы бабушки, 70-летние, все выходили, дедушки, мы все стояли. Я среди бабушек была самая молодая. И вы знаете, нет, я среди бабушек была самая молодая. Так вот, вы знаете, нас потряс этот великий дух. В вашем фильме сказал Путин, что это Че Гевара. Сказали, это наш Че Гевара. Нет, это победитель русского духа, который воскрес из древних веков, как Александр Невский, как Сергей Радонежский. Мы тоже написали 50 страниц, листов, стихов в честь его. Но мне бы хотелось сказать, что великий русский дух, возродившийся в нем, поднял всю Россию. Поднял всю Россию и зажегся огонь великой русской славы. И нам бы очень хотелось, чтобы этот великий подвиг вы подчеркнули в своих дальнейших произведениях. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Да, вы абсолютно правы. Сергей Валерьевич уникальный человек. Почему? Потому что мы когда на беседы выезжали, когда знакомились еще только с героями Крымской весны, с Сергеем Валерьевичем в кабинете тоже очень-очень долго-долго разговаривали. Но когда мы все это расшифровали, то режиссер мне говорит, ты знаешь, я сделал вывод, что на самом деле вот таких высоких слов о грядущем воссоединении Крыма с Россией, как раз вот мы от Аксенова-то и не слышим. Они есть у тех, у тех, у тех, у тех, а у этого нет. Как-то нам нужно что-то с тобой вместе придумать, чтобы вызвать его на те слова, которые вы сейчас говорите от имени русской общины. Про русский дух. Так вот, чем его героизм? Я сейчас расскажу вам историю. И мы решаем, значит, пойти на такую уловку журналистскую. В тот момент, когда мы вспоминаем про митинга 26 февраля у стен госсовета, есть хроника, где по рядам совершенно агрессивных людей ходит Сергей Валерьевич и всех буквально разводят по разные стороны. И мы договорились так с режиссером, значит, я должен задать такой вопрос. Сергей Валерьевич, ну а как же вы спину-то открывали, не боялись? Ведь одна заточка, один нож, и вся история по-другому поворачивается. Как же вы не боялись? Режиссер говорит, это психологический человек должен откликнуться. Он обязательно должен в ответ на этот вопрос сказать, да кто же тогда думал о своей безопасности? Ведь тогда только и думали о том, вот о будущем Крыма. И вот тогда мы услышим от него вот эти вот высокие слова о Крыме. Что происходит на самом деле? Звоню Сергею Валерьевичу, говорю, все, мы на балконе готовы, ждем вас, Сергей Валерьевич, как договорились, а мы мучили его целый день. Там сняли, там сняли, здесь на балкон затащили. И вот он выходит, и говорю, прямо вот здесь это все происходило, да? Как же вы, Сергей Валерьевич? Приготовился, жду от него вот такие фразы. Как же вы, Сергей Валерьевич, спину-то подставляли? А вдруг заточка у кого? Нож? А вдруг оружие? Там история могла повернуться иначе. Он так помолчал. А камера у нас находится очень далеко, и он забыл, что у нас снимают камеры. Просто забыл. Ну мы беседуем так очень доверительно. Он говорит, я же тебе рассказывал. У меня же ТТ был. Я им показал и сказал, еще шесть человек вместе со мной вот туда уйдут. Понятно, если кто попробует вообще это сделать. Я тогда понял, вот харизматичный лидер. Вот это реальный лидер. Почему он Чик Гевара? А вот потому, да? Потому что у него не в словах дух, да? Он у него в действиях. Он, да, вот он, то, о чем вы говорите, только он это сам никогда не скажет. Он это сделает скорее, да? И даже, вот, может быть, не обратить на это внимание особого. Вот, на самом деле, вот почему. Почему он был на гребне революции? Вот только благодаря своим этим человеческим качествам. Разумеется, мы это не поставили в фильм про ТТ. Нельзя. Потому что даже у революционера ТТ быть не должно. Не должно быть, потому что это мирная наша весна. Но, тем не менее, я вам просто по секрету расскажу. Вот чем он нас поразил, действительно. Человек. Можно добавить, да? Если можно добавить еще слово по поводу Сергея Валерьевича, характер, да? Когда нас предали на Майдане, и когда потом, испугавшись, приезжали и пытались тут задобрить часть состава, спрашивать, как же так Крымский Бергут работает, боевой дух там и прочее. Когда мы выезжали туда, выдвигались, вот он заехал ко мне, мы сидели вот так, даем по чашке чая, и он мне просто говорит, не геройствуй, Янукович тебя сольет. Вот, первые слова были. Когда мы вернулись, обгоревшие, я тоже сейчас встречал, и мы в контакте все были, поддержка, и все это случилось, ну, минимум раз, сутки-два был у нас, мы, бывало по ночам, когда ситуация обострялась, обострялась очень так, очень сильно, и все, вот те, кто должны были командовать и нами, и все, там вот, замминистра Радушняк, он потом прибежал ко мне, почти что-то не поселил, он сюда в Крым, и просил, чтобы я спрятал с женой. Сергей Валерьевич был рядом, но никаких вот таких вот, сколько взял на себя, вот мы смотрим у телевизора, вот это движение возле верху, у нас совета, там скандирует Беркут, мы экипируются, мы готовы выезжать, все такое, он мне говорит, не делайте резких движений, то есть сюда, вы понимаете, что сдержать, вот мы сидим, и меня сдержать пацанов, и смотрим, он говорит, не делайте резких движений, и это совсем накал, мы хотят, там, жене, что будем делать, он так за плечи взял, говорит, будем спасать ситуацию, все будет хорошо, нормально, ни разу от него не увидели какой-то истерической нотки, или какие-то ощущения, или давай шашки на голову, такого не было, понимаете, это что за, это сила, это сила характера, сила духа, сила воли. И пообщавшись с таким человеком, понимаешь, для чего ты делаешь, зачем и как. Вот то, что отсутствовало, вот там, на Майдане, когда нужно было командовать, когда Захарченко отпустил бороду и сделал себя такого, все, и рассказываешь, что он не мог принять, он не должен, они обязаны были это делать, просто обязаны выполнять свои служебные обязанности, государевые, а не проявлять слабость. И не гибли бы сколько народу сейчас, и не умирали возле телевизоров, понимаете, когда инсульты, инфаркты не получали. Видели бы этого Захарченко в Москве, с какой охраной он ездит? Я, честно говоря, была в шоке, на самом деле. В машинах никаких. Да. Значит, друзья мои, я просто хочу сказать, что у нас всего 10 минут, на самом деле, до окончания встречи, ровно потому, что у Андрея еще два интервью, которые мы обязаны дать, вот, для всех жителей Крыма, потому что их прочтут, как бы, многие-многие читатели и все прочее. Поэтому я вот, ну, простите меня за такую резкость, но у нас реально не более 10 минут. Я еще прочту два вопроса из одной записочки, два вопроса, и дам еще слово вам. Но больше, больше просто у нас нет времени. Я просто извиняюсь перед нашими поэтами и людьми, которые прекрасно читают стихи и все прочее, но я вас уверяю, что... Евгений Иванович и Валерий Иванович прекрасно читали стихи. Да, я к тому, что... Я просто спасибо вам говорю. Я думаю, что Андрей еще обязательно приедет в Крым, обязательно и по приглашению нашего клуба, и не только по приглашению. Но в Крыму, опять же, по приглашению нашего клуба будут обязательно еще и поэты, и писатели, кто пишет о Крыме, о Крымской весне. Поэтому, вот, когда мы соберемся в этой литературной аудитории, вот тут-то мы почитаем. Так что, вот, готовьтесь я к этому, потому что не обещайтесь на меня, что я иногда вас резко обрываю. Время дорого, честно говорю. У Андрея всего один день, он просто сейчас реально заменяет, так сказать, своего коллегу на работе, и он смог приехать только вот на сегодня. Значит, вопрос от Алексея Елагина, это наша газета, были ли просьбы от каких-либо первых лиц страны, там, будь то Путин или Шойгу, не включать какие-либо моменты в фильм. Это первый момент, первый вопрос, а второй, я знаю, что фильм о Крыме не первая ваша подобная работа, какая из них, на ваш взгляд, лучшая. Попробуйте оценить сами себе. Это же как дети, попробуй оценить, там, если у вас их там трое, пятеро, какой из них лучше. Они разные все, но они дети. Собственно, такое же отношение у любого творца к своему, там, творению. Будь то фильм, будь то скульптура какая-то, будь то картина художника или книга написанная. Не буду оценивать, какие лучше, какие хуже. Снимали и жесткие фильмы про войну в Афганистане, и детективные про Березовского, где реально приходилось уходить от погони. Нас преследовали, представитель спецслужб британских. В результате перевернули у меня весь номер, вверх, дном забрали все носители информации, все блокноты, исписанные на русском языке, причем по другой теме, не касающейся Березовского. Бедные британцы, они долго, наверное, разгадывали, к чему это все. Но, тем не менее, были разные фильмы, но Крым это особо, Крым, знаете, это реально жизнь. Вот это такая веха жизненная, вот, которая действительно как русскую историю делит, это было до Крыма и после Крыма, так и мою личную жизнь она также поделила на две половины. Это было до фильма Крым, а вот остальное после фильма Крым. Поэтому это, конечно, невероятная веха. А в чем вопрос заключался? В том, что... Были моменты, которые просили не включаться. А, да нет, что вы. Был один очень смешной момент, который мы сами, на самом деле, выключили по своей инициативе, которую, там, большая шутка, которую нам рассказывал, там, Сергей Шойку. Да. Но так как мы ее выключили из фильма, я тоже вам ее не буду рассказывать, мы ее сэкономим для следующего фильма. Как-нибудь. А так вот, чтобы кто-то позвонил и кто-то сказал, вот, обращаем ваше внимание, там, значит, дальше, рурналисты, вот это брать нельзя. Нет. Не было правды. Ну, Путин был максимально, там, откровенен. Откровеннее даже, чем многие ополченцы, да. Многие ополченцы говорят, а мы про вежливых людей это что, можем говорить или не можем? Я говорю, да говорите все, что видели. Ну, что вы там, ну, что вы там себе цензуру выставляете? Да, правильно? Я говорю, а вы потом вырежете, я говорю, говорите, что видели, там, зеленые человечки, вежливые люди, как хотите их называйте. Вы же участник этого события. Мы же вот как бы не карикатурку делаем на историю. Давайте расскажем, как все было. Ну, то, что рассказали, это и было. Пожалуйста. Жанна Симферополь. Андрей, скажите, пожалуйста, в ваших 400 часах есть ли кадры о том, как жители Симферополя и многих других городов Крыма ездили в декабре и по февраль, по те события, которые показывали автобусы, когда закончились этим, в Киев, на Атимайдан, как они стояли, молодежь. Среди них даже была моя невестка. То есть молодежь, не боясь ничего, если туда, если эти кадры. И еще, как ремарху, как только хочу сказать, выразить огромную, сердечную, душевную, со слезами на глазах благодарность всем организаторам и участникам Крымской весны, как фильма Крымской весны, так и самой Крымской весны. И особенно лично передайте, пожалуйста, благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который мне просто несловно немного говорить, потому что его любят все во всем мире, хотят, чтобы был президентом этих стран. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин об Александре Первом, его я сразу полюбил. Он честно, бодро ставит нами. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле я привез и подарил президенту по просьбе ополчения огромный вымпел, где оставили подпись ополченцам, многие из героев нашего фильма. Большой вымпел. Он сказал, вот все, теперь это есть в музее президента, поэтому там написано «Симферополь», «Севастополь» и огромная куча автографов, людей, которые расписывались на это мой путь. Так что спасибо. Ну, при возможности, конечно, передам. Конечно, передам. Спасибо. Друзья мои. Пожалуйста. Спасибо вам огромное за фильм. И вам, ребята, спасибо вам за оценку. Мы столько ошибок допустили за эти годы, так давайте вместе помогать Аксенову Сергею Багеревичу, нашему Путину и дай Бог, чтобы мы продолжали жить все вместе, дружно, а Крым всегда был и стремился к России. За все эти годы мы столько прошли. Спасибо вам за ваши слова. Друзья мои, я вот тут Лиля наша незапвенная, которая, так сказать, вот так активно сегодня выступала, предложила спросить у аудитории, кто был участником событий. Пусть поднимут руки те, кто участвовал в Крымской весне. Посмотрите. Уважаемые друзья. Низкий вам поклон, крымчане. Спасибо вам. Ваша решительность, за ваше единство, за ваш русский дух, сохраненный здесь на протяжении многих лет. Спасибо. Уважаемые друзья, простите, пожалуйста, я буквально займу вас одну минуточку, секундочку, секундочку. Уважаемые друзья, значит, журналисты, кому интересно, я дам пресс-релизы по поводу 20-го юбилейного байк-шоу в Севастополе. Да, как бы ожидаем очень высоких гостей. Давай я посетил. Сразу тайны раскрываю. Да, ожидаем гостей разных высоких. Да, будет очень хорошее байк-шоу, так сказать, всех ждем в гости. Кому интересно, пресс-релизы я дам. Спасибо огромное. Подходим, ждем в гости. Я хотела бы попросить еще раз подплодить Андрею за то, что он вырвался из своего гостского графика. И, пожалуйста, следите за анонсами формата А3. Мы обязательно в следующем месяце проводим встречу примерно в эти же числа. Поэтому приходите к нам обязательно.